МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Самарская область поднялась на 5-е место среди регионов, в которых жители занимаются предпринимательством. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров на региональном форуме «Мой бизнес-63». Переселение из ветхого и аварийного жилья и реализация концепции исторического поселения города, ремонт дорог, благоустройство общественных территорий. Глава Самары Елена Лапушкина в городской думе рассказала о проделанной за год работе. В Самарской области действует запрет на использование всех видов беспилотных воздушных судов. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. Рисует солнце, небо и свой родной город. В Самарском художественном музее готовится к открытию выставка рисунков детей из Донбасса, город Росвозрождение, который откроется 1 июня. Сегодня нужно ходить в гости и поминать усопших. 25 мая православные отмечают один из главных праздников – Вознесение Господне. В Самаре открылся региональный форум «Мой бизнес-63». Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и посвящено самым актуальным вопросам для бизнеса в России в 2023 году – инновациям и масштабированию, работе с трендами, маркетингу, командообразованию, финансам и налогам, коммуникациям с властью. К участию подключились все муниципальные образования региона. В первый день форума были представлены передовые разработки и инновационная продукция ведущих компаний региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на форуме подчеркнул, что Самарская область становится центром высоких технологий и привлекает внимание инвесторов благодаря усилиям и достижениям целого ряда компаний. А важнейшим элементом повышения инвестиционной активности технологического суверенитета является малый и средний бизнес, который в условиях санкционного давления показал, что умеет адаптироваться и обеспечивать рост экономики в непростых условиях, при этом предлагая новые технологические решения. По словам главы региона, в нем занято 671 тысячи человек – это 40% трудоспособного населения области. Самарской области удалось достичь серьезных результатов, выбиться в пятерку регионов-лидеров, поднявшись с 60-го места, на котором губерния находилась в 2018 году. Улучшение дошкольного и общего образования, развитие физической культуры и спорта, меры социальной поддержки, благоустройства и другие темы. В Думе Самары прошло 46-е заседание, во время которого глава города Елена Лапушкина подвела итоги своей работы за прошлый год. Результаты оглашались перед представителями депутатского корпуса. Особое внимание уделили мерам социальной поддержки и помощи семьям мобилизованных, а также бойцов в зоне спецоперации. Михаил Ермоленко выяснил подробности. Как и в прошлые годы, во время первого срока управления городом, вектор работы главы Самары Елены Лапушкиной сохраняет социальную направленность. По итогам 2022 года и начала 2023-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Способствует этому как открытие новых учреждений для дошкольников, так и возвращение в систему образования зданий, в которых сады находились раньше. Новые места открылись в Куйбышевском и Советском районах. Появились позиции в дошкольные учреждения после переоборудования и ремонта действующих детских садов. Вопросы с доступностью дошкольного образования практически решены. Также, благодаря реализации нацпроектов, Самара еще сильнее приблизилась к решению задачи, которую поставил президент Владимир Путин. До конца 2023-го полностью обеспечить места в детских садах для ребят в возрасте до 3 лет. По итогам 2022 года этот показатель составил 98%. В прошлом году в свои двери открыли три новых дошкольных учреждения. Создано 319 мест, из них 106 ясен. Два учреждения находятся в одном из самых густонаселенных районов города, в Октябрьском. За прошлый год положительные изменения наступили и в сфере общего образования. В Октябрьском районе Самары открылась новая школа номер 26 на 850 мест. В 78 учреждениях провели капитальный ремонт, обновили пищеблоки в 38 школах, что в два раза больше, чем в 2021 году. Усилили и систему охраны в учреждениях. Безопасности детей уделяется большое внимание. Впервые все объекты образования охраняются силами частных предприятий и организаций. Все школы оснащены средствами управления эвакуацией людей, металлодетекторами, кнопками экстренного вызова полиции. Средства направили и на оснащение общеобразовательных учреждений системами наружного освещения и видеонаблюдения. Улучшили и противопожарную безопасность. Продолжается строительство и ремонт школ. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнили первый этап благоустройства парков «Молодежные» и «Воронежские озера» в промышленном районе. Работать там продолжат и в этом году. В 2022-м преобразились сквер у дворца бракосочетания на улице Сергея Лозов в Красноглинском районе, сквер Куйбышева в Куйбышевском районе, пространство около дома номер 170 по Ташкентской в Кировском районе. Обновляются и дворовые территории. Очень отрадно, что в этом участвуют жители непосредственно, потому что идет и голосование жителей, и их участие в проектировании на всех этапах и, естественно, в контроле. Мы совместно с жителями постоянно находимся в контакте и постоянно те или иные территории объезжаем, смотрим и с подрядчиками, и с жителями, и даем какие-то свои советы, свои пожелания. Отдельное внимание в администрации Самары уделяют помощи населению. Сейчас в городе оказывают 72 меры социальной поддержки, 31 за счет средств бюджета муниципалитета. Кроме того, за последний год введены три новые программы помощи. Власти города активно содействуют переселению людей из ветхого непригодного жилья. За 2022 год новый дом обрели 764 семьи. Приобретено 2459 жилых помещений, что в четыре раза превышает показатель 2021 года. Говорили на заседании и о специальной военной операции. Администрация города продолжает активно помогать военнослужащим и их семьям, волонтерам и общественным организациям, работающим на благо защитников страны. Елена Лапушкина отметила, что продолжают оказывать поддержку добровольческим инициативам. Помогали помещениями, расходными материалами, инструментами, оборудованием, многим другим. Помогали тем, кто объединившись занимается плетением маскировочных сетей, шьет спецодежду, сбором, отправкой на фронт предметов первой необходимости. Улучшается в Самаре и жилищно-коммунальное хозяйство. Только за прошедший год на территории города за счет внебюджетных средств модернизировали 43 километра тепловых сетей. Возводят новые котельные для жителей Куйбышевского района, что обеспечит стабильное поступление тепла. Объекты заменят действующие теплоисточники, которые физически износились и не подлежат ремонту. В рамках развития транспортной инфраструктуры в эксплуатацию вводят новые дороги в разных районах города. Так, в Волгаре в 2022 году завершена прокладка двух новых маршрутов. Отремонтированы дороги на таких оживленных улицах, как Гагарина, Волжский проспект, Вилоновская, Физкультурная, улицы Магистральная и Алматинская, Советской армии и Сергея Лозо. Основным направлением деятельности, как прозвучало в докладе, конечно же, является социальная направленность. То есть работа администрации в основном сводится к улучшению жизни наших горожан. Сегодня в докладе прозвучало очень много цифр, очень много фактов, направленных именно на то, чтобы жить в нашем городе становилось лучше. Подводя итоги прошедшего года, глава Самары подчеркнула, что со всеми задачами администрация справлялась сообща с правительством региона, депутатским корпусом и жителями города. Огромную поддержку оказывал губернатор Дмитрий Азаров. Участники заседания, думаю, отметили, несмотря на то, что многое уже сделано, главное, по итогам работы главы города, созданы заделы на новые свершения. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с жителями региона, представителями различных отраслей. Общение продлилось более трех часов и было посвящено настоящему и будущему нашего региона. Среди приглашенных были врачи и учителя, представители промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма, волонтерских и молодежных организаций. Они рассказали главе региона о своих предложениях и существующих проблемах в той или иной сфере. Большинство предложений нашли поддержку у Дмитрия Азарова и будут учтены в послании депутатам губернской думы и жителям региона, с которым он выступит на следующей неделе 30 мая. Впервые подготовка этого документа ведется не только с участием отраслевых министерств и ведомств, но и представителями, работниками различных отраслей. Работа «Рука об руку» с жителями. В Самарской области создано 3556 госпабликов, официальных страниц органов власти и бюджетных учреждений. Они созданы для обратной связи. Если у вас есть вопросы или предложения к органам власти, вы можете написать сообщение в комментарии в госпаблике района или города. И таких обращений становится все больше. Если раньше пользователи писали сообщения о проблемах в основном в неофициальных пабликах, то теперь выбирают страницы глав муниципалитетов или администраций. Доля сообщений, поступивших на официальные интернет-площадки органов исполнительной власти и местного самоуправления, выросла до 72%. В совокупности на них подписано почти 3 миллиона человек. Эффективнее всего оставлять вопросы и предложения именно на официальных страницах ведомств, а не в неофициальных пабликах. Так пользователь может быть уверен, его вопрос точно увидят и возьмут в работу. А информация, опубликованная на этих страницах, достоверная и точная. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. Все работы находятся на непрерывном контроле мэрии Самары и теплоэнергетиков. На еженедельном совещании в профильном департаменте обсудили актуальные перекладки и дальнейшие планы. Первый заместитель главы города Владимир Василенко отметил, что в этом году планируется обновить 26 объектов теплосетей, в том числе 6 в историческом центре города. 18 объектов – основные, включенные в план с учетом инвестирования в отрасль в рамках реализации новой модели теплоснабжения «Альтернативные котельные». Подрядчики уже определены. В ремонте сейчас находится 10 объектов. На оставшихся 8 работы планируют начать до 5 июня. А еще по 8 участкам, которые дополнительно предлагает обновить инвестор, решается вопрос с финансированием. С прошлой недели одна из подрядных организаций начала подготовку работ на улице 3-й проезда в Октябрьском районе. Там проходит ремонт теплотрассы. В прошедшие отопительные периоды на участке фиксировались технологические повреждения. По этой причине объект было решено включить в план перекладок в текущем году. Поставлена задача заменить трубы теплоснабжения диаметром 800 мм. Протяженность реконструируемой трассы составит 298 метров. Мэрия Самары нацеливает всех подрядчиков на минимизацию неудобств для жителей в период производства работ. До их начала собирается временный трубопровод, чтобы горожане не остались без горячей воды. Работы проходят согласно графику. В данный момент занимаемся прокладкой временного трубопровода для временного ГВС. Как и положено, в две трубы, чтобы подача и обратка была, чтобы у населения падение температуры не происходило. После завершения сварки и переключения будут заниматься земляными работами. Произведут демонтаж старой теплосети. Затем предстоит монтаж нового основания канала и прокладка современных труб. Специалисты подчеркивают, что обновленные трубопроводы обладают рядом преимуществ. Подрядчики, выполняя перекладку теплотрассы, используют трубы с пенополиуретановой изоляцией из системы оперативного диспетчерского контроля. Это повышает надежность сети. А в случае утечки теплоэнергетики через диспетчерский пункт получат сигнал о проблеме. Точность определения места повреждения – 1-2 метра. Таким образом, благодаря автоматизированной системе, есть возможность своевременно направить специалистов для проведения ремонта и тем самым предотвратить возникновение аварийной ситуации. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Ход работ находится на непрерывном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас рабочие трудятся в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На вторую площадку запланирована доставка элементов в тоннели проходческого комплекса для дальнейшего монтажа. А в исторической части города, внутри коллектора, разместили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения выведены все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Также установили GPS-датчики. Кроме того, по информации регионального управления капитального строительства, в центре города на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время переустроят водоот диаметром 800 мм. Также переложат две газовые магистральные диаметрами 300 и 400 мм среднего и высокого давления. Они пересекают тоннели метрополитена, но вынос данных коммуникаций не предусмотрен в существующих локациях. Смонтируют новые трубы, защищенные футлярами. Позаботились и о компенсационных мероприятиях в отношении двух объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на улице Галактионовской, 107 и улице Самарской, 182. Так, на улице Галактионовской дом на усадьбе Мещан-Оржановых, которому более 120 лет, планируют отсечь путем создания геотехнологического барьера между котлованным станцией и лестничным выходом. Это необходимо для ограничения перемещения здания, его защиты от влияния строительства станционного комплекса. Согласно проекту, запланировали работы методом струйной цементации грунтов. После бурения под основание дома, благодаря нагнетанию строительного материала под избыточным давлением, заведут грунтно-цементные сваи, устроят 42 вертикальные и 20 наклонных свай. На улице Самарской, где находится ОКН, постройки конца 19 века, есть необходимость укрепления грунтового массива путем пропитки грунтов. Здесь предусмотрены грунтно-цементные сваи, которые планируется устроить под наклоном в 9 градусов. Произведут цементацию основания, на опытном участке смонтируют так называемые манжетные колонны. А в дальнейшем, когда начнется проходка, можно будет производить непосредственно компенсационные нагнетания, которые стабилизируют дом при возникновении ненормативных осадков. Согласно нормативу, они возможны, но не более чем на 5 мм. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться и до исторического центра, и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав. Недавно еще шесть вагонов отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт в заводских условиях. Обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта перевозок и развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. Это нужно, это важно, особенно тем районам, предположим, наш советский район, который бы хотел побыстрее добраться до центра города, до каких-то мест. Конечно, добираться было бы и быстрее, и комфортнее. Терпеть не надо. Просто подождать, когда будет более хороший, спокойный, свободный способ передвижения по нашему прекрасному городу. На территории Самарской области в соответствии с постановлением губернатора действует запрет на использование всех видов беспилотных воздушных судов, независимо от их веса, типа и модели. Их самовольное использование является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для пресечения таких полетов Главным управлением ВД России по Самарской области создан отдел, на вооружении которого есть специальные технические средства, позволяющие произвести поиск и обнаружение квадрокоптеров, а также блокировать их работу. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность, а в случае их причинения тяжкого вреда или смерти – уголовная. Беспилотное воздушное судно – это воздушное судно, управляемое внешним пилотом, находящимся вне такого воздушного судна. Полеты запрещены как над населенными пунктами, так и над объектами промышленностями, лесными массивами, полями, реками и иными водохранилищами. А теперь коротко о других темах дня. Самарский департамент транспорта решил изменить название восьми остановок. Корректировки пропишут в Реестре муниципальных перевозок. Так, новые наименования присвоены следующим остановочным пунктам. Улица Дальняя, стадион «Солидарность Самара-Арена», поселок Жигулевские сады, улица «Арена-2018», клинический госпиталь «Мать и дитя», ЖК «Лесная поляна», универсальный спортивный комплекс, агропарк «Восьмой проезд». В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту каскада дождеприемников, расположенного в историческом центре Самары, в границах проезжих частей улиц Венцика и Максима Горького, в период с 25 по 28 мая движение троллейбусов маршрута номер 16 губернский рынок «Шестой причал» будет ограничено. После завершения ремонта со следующей недели работа троллейбусного маршрута номер 16 возобновится. Чрезвычайную пожарную опасность лесов объявили в Самарской области с 25 по 29 мая 2023 года. В регионе установилась сухая и жаркая погода. Из-за этого возрастает риск лесных пожаров. Поэтому по северу и западу Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс. На остальной территории сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс, сообщили в Приволжском УГМС. В условиях особого противопожарного режима запрещено посещать леса, разводить там костер, поджигать сухую траву или мусор, нельзя бросать непотушенные сигареты или спички. Кроме того, в лес запрещено въезжать на автомобилях или мотоциклах. Искры от глушителя могут вызвать пожар. Также нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами тряпки, бутылки и осколки стекла. В Самаре идею введения шестидневной рабочей недели не поддержали. Ее оценили только 6% работодателей и 9% граждан, сообщает сайт по поиску работы. 11% опрошенных старшего поколения все-таки поддерживают дополнительный трудовой день, аргументируя это помощью своей стране. Однако противники объясняют, что для результативности труда необходимо не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда. Помочь пациентам с самыми разными психическими проблемами. В городе работает Международный научно-образовательный центр нейропсихиатрии Самарского медуниверситета. Специалисты проводят исследования на уникальные аппаратуры. С некоторыми аспектами работы познакомились корреспонденты событий. Носите ли вы электрокардиостимулятор? Есть ли у вас какие-то металлические конструкции в теле? Нет. После опроса пациенту предлагают занять кресло аппарата для проведения транскраниальной магнитной стимуляции. Сама стимуляция бывает низкочастотной и высокочастотной. Первая снижает активность мозга, вторая возбуждает. Этот аппарат применяется в психиатрии. Сама процедура практически безболезненная и занимает несколько минут. Когда ищут моторный ответ, немножко покалывает в области головы и ощущается, как дергается сначала кисть и потом дергается палец. Сама процедура безболезненная. Просто сидишь расслабляешься в кресле, специальная подушка по форму шеи и головы. В целом очень удобно и комфортно. Данный метод широко применяется при различных неврологических и психиатрических патологиях. Если мы говорим о неврологии, это последствия инсульта, болезнь Паркинсона, некоторые случаи эпилепсии. Если мы говорим о психиатрии, то есть есть множественные исследования, которые подтверждают эффективность МС при шизофрении, при депрессии. В Международном научно-образовательном центре нейропсихиатрии Самарского медуниверситета специалисты проводят различные экспериментально-психологические методы исследований, в том числе и нейропсихологические. Они позволяют раскрыть механизмы психических расстройств, выяснить, что является первичным, а что вторичным нарушением. Например, пациенты предлагают разложить карточки определенного размера и цвета в хронологическом порядке. Как правило, эти методики используются для того, чтобы оценить когнитивные функции, память, внимание, интеллект, мышление, а также еще и позволяют определить эмоциональное состояние пациента и его личностные особенности. Эта информация используется потом для построения психокоррекционных программ и программ реабилитации пациента. Также она служит материалом для научных исследований. В центре изучаются биомаркеры психических расстройств и планируется создание тест-систем для оценки эффективности и безопасности фармакологической терапии. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев, События. В Городской Думе прошло награждение лауреатов 23-х Георгиевских чтений. Конкурс научных и творческих работ для учащихся Самарской области в этом году посвящен послевоенному периоду прошлого века, время великих строек и подвигов советского народа. На торжественной церемонии чествования победителей конкурса побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Выступление Надежды Хлебушкиной со стихотворением «Рабочий день» Михаила Луконина было признано лучшим в номинации «Творческая мастерская». В этом году георгиевские чтения посвящены послевоенному периоду 20-го века. Я прочитала биографию самого автора и узнала, что он в подростковом возрасте сам работал на заводе, а потом уже ушел учиться в университет. И получается, я прониклась его воспоминаниями. Георгиевские чтения проходят в нескольких номинациях. В номинации «Литературное творчество» участниками представлено много стихотворений о Сталинградской битве. Идея создания сборника авторских произведений к 80-летию победы в этом решающем сражении родилась неожиданно. У нас есть соглашение с городом Волгоград, с Белградской думой. Я обязательно попрошу разрешения у автора и ребятам перешлю. Пусть знают, насколько мы знаем не только историю, но и любим ее, и уважаем. В этом году в георгиевских чтениях принимали участие школьники из 38 учебных заведений Самары, студенты колледжей и вузов региона. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Выставка рисунков юных художников из Донецка готовится в Самарском областном художественном музее. Всего в Самару доставили 78 работ. Написаны они в разных стилях и разными материалами. Проект «Донецк. Город Рос. Возрождение» реализуется при поддержке Общественной палаты городского округа Самара. С экспертами рисунки оценил и наш корреспондент. Эти дети совершенно при других обстоятельствах проецируют радость и счастье. Поэтому у них настолько много искренности, каких-то надежд, очень просто света. Посмотрите, какие чудесные. И причем они все разные. 78 рисунков на экспертной оценке специалистов Самарского областного художественного музея и членов Общественной палаты городского округа Самара. На суд представлены работы со всех 10 школ искусств Донецка. Графика соседствует с живописью, импрессионизм с модерном. Картина, написанная в разной технике – тушью, пастелью, акварелью, гуашью. Мы отсматриваем эти удивительные работы. И вот с коллегами говорим о том, что одна, другой лучше, тоньше. И мы сейчас видим проекцию вот этих детишек, которые хотят видеть свой город, они любят этот город, они в нем живут светлым, добрым, гостеприимным, каким он и должен быть. Мы понимаем, что тот день, который изображают юные создания на своих работах, он обязательно придет. Выставка «Донецк. Город Рос. Возрождение» будет работать в двух форматах. Виртуально все рисунки можно будет увидеть на сайте художественного музея. Самые оригинальные с точки зрения исполнения и художественного замысла картины выставят в экспозиционных залах рядом с шедеврами русской классики – Репина и Маковского. То, что они сегодня передают, это просто очень серьезно. И действительно так это и есть. И то, что дети так это все изображают, это просто очень здорово. Это здорово. Молодцы. Везде, как и у всех детей, будущее красивое, яшко, светлое. Это выдается в красках. Так что просто интересно. Выставка состоится благодаря совместным усилиям областного художественного музея и членов общественной палаты городского округа Самара. Все юные художники Донецка получат грамоты. Сам проект уникален. Он единственный во всей России. В этой выставке, кроме всего прочего, очень глубокий смысл. Вот все рисунки сделаны ребятами в возрасте 9-15 лет. Это те, кто родился и живет в условиях войны. Но в то же время здесь доминирует тема мира. Дети видят свой город Рос возрожденным. Дружба длиною в 5 лет. Самарский областной художественный музей плодотворно сотрудничает с 6-й художественной школой Донецка. Это не первый подобный проект и не последний. Юные художники приезжали в Самару. В рамках проекта «Самара детям Донбасса» при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Организаторы выставки «Донецк. Город Рос. Возрождение» планируют сохранить детские рисунки в архивах музея для будущих поколений. По мнению экспертов, они ценны не только с художественной точки зрения, но и с исторической. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В субботу 27 мая в Самаре в 12-й раз пройдет просветительская акция «Библионочь-2023». Сотни библиотек со всей России подготовили уникальную программу. Акция пройдет под слоганом «Читаем вместе», объединив всю страну в самом масштабном марафоне чтений. Совместно с проектом «Русские чтения» Российская государственная библиотека запустит цикл публичных читок по всей стране. Центральным мероприятием «Библионочи» станут чтения произведений драматурга Александра Островского в год его двухсотлетия. Акция состоится во всех часовых поясах в 89 регионах на площадках сотен библиотек. В прямой онлайн-эфир выйдут актеры театра и кино, журналисты, музыканты, художники. Всероссийский марафон русских чтений стартует на Дальнем Востоке, далее эстафету примут регионы. Финал премьерного марафона состоится в Москве с участием актеров Ивана Охлобыстина и Александра Олешко, музыкантов Дмитрия Маликова и Юлианы Карауловой, телеведущей Тутты Ларсин. В Самаре Всероссийский марафон русских чтений пройдет на площадке библиотеки народов по Волжье. 25 мая отмечают один из 12 главных православных праздников – Вознесение Господне. Ежегодно он выпадает на 40-й день после Пасхи. Согласно Библии, Христос после своего воскресения в течение 40 дней являлся капостолом и рассказывал о Царстве Божии. После чего собрал их в Иерусалиме, привел на гору и вознесся к небу. В день Вознесения в церквях проходят торжественные литургии. Православные в этот день ходят в гости, поминают ушедших родственников. Ночь перед праздником называют Соловьиной. Древние славяне верили, что птицы и растения в это время радуются наступлению лета. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал Октябрьского района Самары напоминает, что осталось всего неделя до конца голосования за объекты благоустройства. Принять в нем участие может каждый. Для этого нужно зайти на сайт 63.gorodsreda.ru и сделать свой выбор. Территории победителей преобразятся уже в следующем году по национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», исполнение которого в регионе находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В телеграм-канале Ленинского района Самары сообщают, что к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина 1 июня в 20.00 в амфитеатре склона Площади Славы пройдет концерт. Приглашенный солист, заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков. В концерте также принимает участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер которого Юрий Башмет. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета традиционно проходит во многих городах России. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает, что в начале недели в городе прошел региональный этап интеллектуально-познавательной игры «Ума-палата» в рамках проекта «Вернуть детство». 11 команд из 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошли подготовку и попробовали свои силы в отборочных интеллектуальных турнирах. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!